Здравствуйте! Время новостей на телеканале КОКЩЕФ, студии Зарина Беккалиева. В регионе в 7 часов утра стартовал всенародный референдум по строительству атомной электростанции. Участки открыты до 8 часов вечера. Территория Кмолинской области – 146 200 квадратных километров. Состоит из 17 районов, 3 городов, 245 сельских административных округов. Всего подготовлено 765 избирательных участков. 60 из них находятся в местах временного пребывания. Общая численность населения области – 788 900 человек. Из них 513 254 человека имеют право голоса. Референдум в Казахстане состоится не впервые. Такое всенародное голосование чаще всего проводится в развитых странах Запада и Европы. Впервые в Казахстане 29 апреля 1995 года был проведен всенародный референдум. Не возражаете ли вы продлить полномочия президента до 1 декабря 2000 года? Такой вопрос был поднят. Участвовало 95% населения. На тот момент действующий президент получил преимущество в 91%. Следующий референдум прошел по конституционному вопросу. Конституционный референдум был организован в том же 1995 году, 30 августа. Новую конституцию поддержали 90% избирателей и проголосовали 90,6%. С этого момента, 30 августа, Казахстан отмечает государственный праздник – День Конституции. После этого третий референдум, который прошел в 2022 году, также напрямую касался Конституции. Республиканский референдум в Казахстане состоялся 5 июня 2022 года. В нем представлен проект закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. Четвертый референдум в истории Казахстана о строительстве атомной электростанции. Сегодня народ сделает свой выбор. На избирательном участке номер 31 в областном центре уже сделал свой выбор паралимпийский чемпион Еркин Габасов. Референдум по строительству атомной электростанции в Казахстане – важное событие. Участие граждан в таком процессе поможет учесть общественное мнение об атомной энергетике. На избирательном участке номер 31 по списку 2322 голосующих. Люди довольны. Думаю, каждый человек высказывает свое мнение. В референдуме по строительству атомной электростанции в Казахстане участвуют и спортсмены. Один из них – паралимпиец Еркин Габасов. Он – серебряный призер летних паралимпийских игр 2024 года в Париже. Думаю, что самое главное при строительстве атомной электростанции – это безопасность и внимание в сторону коррупции. Важность строительства атомной электростанции заключается в предварительных мерах по устранению дефицита электроэнергии. История событий в Казахстане номер один. По словам спортсмена, референдум – это важная политическая кампания. Поэтому каждый казахстанец, имеющий право голоса, должен сделать свой выбор. Таким образом, открывая путь к установлению демократических принципов и обновлению общественного сознания. Александра Гауэрт, Евгений Варанкин, Жирсен-Умерзак, Алмаз-Адуакасов, Кокщияк-Парад. В Жаксынском районе жители проявляют активность политической кампании. По району функционирует 27 избирательных участков. 150 членов комиссии наблюдают за ходом референдума. Все участки референдума открылись вовремя. Никаких нарушений не отмечено. Работа участков ведется в штатном режиме. По району самому пожилому избирателю 98 лет. Он является участником Великой Отечественной войны. Проживает в селе Жаксы. Комяков Анатолий Васильевич. На данный момент впервые голосующих 29 избирателей. Сегодня, 6 октября, в Казахстане проходит важное событие – всенародный референдум. С самого утра граждане выражают мнение по вопросу строительства АЭС, который определит вектор дальнейшего развития страны. Как проходит голосование в селе Шагалала Зерендинского района, расскажет Араилам Штримбек. Азарина, приветствую. На данный момент я нахожусь на территориальном избирательном участке номер 507, села Шагалала. Участок работает с 7 утра, и к этому часу поток населения все еще продолжается. Численность избирателей на данном участке составляет 819 человек. Ну а подробную информацию к этому часу расскажет секретарь участковой комиссии Ольга Руденко. Ольга Александровна, к этому часу сколько человек уже проголосовало? Уже проголосовало более 100 человек, 125, если быть конкретным. И участок у нас проходит голосование тихо, мирно. Основной поток мы ожидаем после 7 часов, потому что люди работают в городе. Благодарю вас, Ольга Александровна. Ну а это все, что мы успели рассказать к этому часу. До новых встреч в эфире. На этом наш выпуск завершен. До встречи в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...